ИСТЕЦ Вот этого человека И сразу же после свадьбы Он предложил мне поехать поработать в тайгу По профессии мы гидрометеорологи Но я всю жизнь занималась танцами И моей главной мечтой было танцевать Мой бывший муж сказал мне Что сейчас мы с тобой заработаем немножко денег, дорогая Потом ты осуществишь свою мечту И все будет хорошо, естественно, я поверила Ваша честь Я приехала туда И в этот же день передо мной оказался Не мой муж, а совершенно другой человек Это был просто зверь Который начал до мной издеваться Потому что он не кормил меня Он не давал мне мыться Он отбирал телефон Он меня бил всеми предметами, какими только можно И я стала инвалидом Он отрезал мне три пальца на ноге А вы не могли оттуда сбежать? Я не могла, я бежала, они поймали меня Это был ад, год целый, год ада Естественно, после этого я стала инвалидом Я вернулась сюда Я развелась этим психом ненормальным Вы обращались в прохоронительный орган? Да, он отсидел Но он не возместил мне ничего То есть был приговор? Да, конечно Естественно Его выпустили до срочно Был признан виновным? Естественно, конечно Учинение его вреда здоровью? Да, Ваша честь, да Потому что я стала инвалидом Отрезал пальцы? Отрубил мне три пальца И это доказано Топором? Да, у меня есть документы Конечно, естественно Я хочу прочитать небольшое заключение Чтобы вам просто было понятно Буквально несколько слов Подсудимый запер Пострадавшую в леднике Расположенном на территории Гидропоста Представляющим собой Вырытую в земле яму На месяц и пять суток Нормально, да так? Температура в леднике была Ноль градусов А потом он выпустил меня И заставил пилить дрова Нормально тоже, да? В таком состоянии У меня заболели пальцы На руках и ногах, естественно Потому что я их отморозила Впоследствии отмороженные пальцы Почернели Леонов Их отрубил Объяснив, что иначе Придется отрубать всю ногу Из подтвержденных в ходе Судебного разбирательства данных Следует, что Леон во время жизни В тайге часто бил Пострадавшего по голове Крепичом Черенком от лопаты Палкой, кулаками, ногами Кочергой И так далее, и так далее, и так далее Также я могу зачитать Из заключения судебно-медицинской экспертизы Травматическая ампутация Трех пальцев Правой стопы Рубцы в области Правой и левой ягодиц И это на всю жизнь, заметьте Теменной области Волосистой части головы Левой кисти Образовавшиеся в результате Заживления ран Рубцы правого и левого Коленных суставов Левой голени Господи, я не могу Мне плохо Я поняла вас, истец Пожалуйста, передайте Это приговор суда, да? Да Передайте через судебного пристава Зачем вам заново это все переживать? Я сама все прочитаю Это ужасно Просто ужасно Ответчик, вы с иском согласны? Как можно быть согласным с таким иском? Ну, во-первых, то, что моя жена рассказала Моя бывшая жена рассказала Это так, сказочки Для вот всех тех, кто присутствует Вы поймите, ваша честь Мы когда отправлялись-то на пост работать Она же не сказала, что у нас и зарплата была приличная Что все условия Спутниковое телевидение, сауна Со всеми удобшими Зачем жену заперли на месяц в леднике? Ваша честь Отвечайте на вопрос Ваша честь Отвечайте на вопрос Я хочу ответить на вопрос на этот Ваша честь Когда я жену замуж-то брал Я не знал, что... Вы зачем заперли жену в леднике на месяц? Ваша честь Я не знал, что моя жена Тоже психически ненормальная Ненормальная Тоже так же, как и вы Это неадекватит, Ваша честь Поймите Вот то, что она на меня Простите, гонит То, что я психически ненормальная Я инвалид У меня жената оказывается тоже Вас досрочно освободили? Да Почему? У вас еще не закончился условный срок? Нет Ваша честь Есть шанс вернуться обратно Ваша честь Я пытаюсь объяснить ситуацию Я поспособствую этому Документы передайте мне Документы передайте Какую ситуацию ты пытаешься объяснить? Ты уже объяснил ситуацию Ты с меня сделан инвалида Тебе этого мало? Так, естественно Ситуацию он объясняет Успокойтесь, естественно Я тут еле стою просто Еле стою Ваша честь Объясните мне, пожалуйста И ответьте на один вопрос Состоялся суд Вас приговорили Да К наказанию Да Признали виновным Причинение увечья ИСУ Да, все верно Сумма ущерба Который вы нанесли здоровью Составляет Сколько вы просите взыскать? Я хочу 60 тысяч рублей По моему здоровью И так же по психическому здоровью 600 тысяч рублей Это вред здоровью Да И 2 миллиона Моральный ущерб У меня к вам один только вопрос Вы согласны с данной суммой? Не согласен, конечно же Не согласна Нет Ваша честь То, что рассказывает моя жена И то, что было тогда Это вот эти вот сказочки А мне не интересует, что рассказывает ваша жена Я хочу спросить справедливости Вы же знаете, что рассказываете вы У меня есть документы, которые я буду оценивать При вынесении решения Что вы там принесли? Какой у вас заработок? Мой заработок составляет за По 6 тысяч рублей На данный момент 6 тысяч рублей То есть вы хотите сказать, что у вас нет возможности Выплачивать денежные средства? У меня нет возможности Моя трехкомнатная квартира Которая у меня вот сейчас есть На которую якобы претендует Моя бывшая супруга Она мне досталась от отца От отца То есть у вас имеется имущество? Да, у меня имеется имущество Но на данный момент У меня находится на иждивении мать Так как она инвалид Поймите Ваша бывшая жена тоже инвалид Благодаря вам Вот именно Как с вами общаться? Забрался А со мной не надо общаться Документы мне представьте Ваша честь И я пойду оценивать Первый документ Того, что вот моя жена сегодня рассказала Я когда отсидел Я сделал запрос В психдиспансер Где состоит моя жена Вернее, по крайней мере, не состояла Я вообще не знаю, как она жива Хорошо, хоть на учете состоит Ваша честь Вот Значит, моя жена Елисеева Лариса Петровна Состоит На учете в психдиспансере С маниакально-депрессивным синдромом И систематическим неврозом Вот это У нее было Еще до нашей свадьбы Где ты это распечатал? На принтере вчера, да? Пожалуйста Истец, а что это за история? Что это за история? Официальная справка Из психдиспансера Можете дать пояснение По поводу этого документа? Хорошо, я объясню Я все объясню Я тогда уже заканчивала школу Мы просто поспорили с девчонками Что я смогу этот поступок сделать Сначала я поспорила, что я пойду Пройду в одной кофточке по улице В мороз, минус 30 градусов Я выиграла спор А потом я поспорила, что я то встану Это была шутка Но это же всем понятно И он прекрасно об этом знает Тогда вас поставили, сейчас вы сняты, так? Конечно, это был просто прикол Вы понимаете, с чем вы козыряете сейчас? Ваша честь Передайте через судебного приступа Ну кто не делал таких шалостей в детстве? Господи Ну кто-то не делал Ваша честь, просто когда мы туда приехали на гидропост Первый месяц было все нормально Какой месяц был нормально? И работа, и зарплата, и их Наши все хотелки Ты что без зарплата? Но после того, как у нее приступ начался Один, второй, третий Ты просто ненормально Вы же говорите, у вас там было спутниковое телевидение У вас там был телефон Ну позвонили бы, вызвали бы МЧС Эвакуировали вашу жертву Я думал, ну ладно А вы решили ее изолировать, да? В тайгу увезли Из мира оторвали ее У нее вот только вот четыре стены Меня просто посадили в психу и все Вот все, что со мной сделали Какая работа? Как ответчик, что еще там у вас? Какие документы? Документ выданный мне, что я имел честь иметь операцию на кишечнике Поздравляю После того осложнения И на данный момент я являюсь также инвалидом Если ты питаешься чипсами, какая моя здесь вина, интересно? Какие чипсы? Ответчик, а что вы мне? У меня нет денег на чипсы Правда? Ответчик, и что? У меня нет денег ей платить Тем более она сама психически не здоровая Я поняла вас Так вот, ставлю стороны в известность Что суд сделал запрос В регистрационную палату и в ГАИ По поводу того, имеется ли какое-то имущество у ответчика Так как заявлен материальный иск Истец заявил ходатайство о наложении ареста на имущество Так вот, пришел ответ из ГИБДД о том, что В собственности у ответчика имеется транспортное средство Это машина бизнес-класса Также пришла выписка из кадастровой палаты О том, что в собственности у ответчика имеется квартира Суд удовлетворяет ходатайство истца И накладывает арест на данное имущество В обеспечении иска Передайте, пожалуйста, документы через судебного присутствия Ваша честь, ну хорошо Вот заберете у меня машину Чем мне зарабатывать? Мне же надо еще и якобы денежку пока отдавать-то Я думаю, что вы в скором времени вернетесь обратно Откуда вас отпустили преждевременно Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о возмещении материального и морального вреда Вследствие причинения вреда здоровью Удовлетворить в полном объеме Взыскать с ответчика в пользу истиции В счет возмещения материального вреда Денежную сумму в размере 600 тысяч рублей А также взыскать с ответчика в пользу истиции В счет возмещения морального вреда 2 миллиона рублей Суд удовлетворяет данное требование В связи с тем, что в материалах дела имеется Вступивший в законную силу приговор суда Которым ответчик признан виновным В совершении преступления Предусмотрено статьей 117 Уголовного кодекса Российской Федерации Истязание То есть причинение физических или психических страданий Путем систематического нанесения побоев Либо иными насильственными действиями Вступивший в законную силу приговор суда Является обязательным при рассмотрении дел О гражданско-правовых последствиях действия лица В отношении которого вынесен приговор На основании статьи 61-й часть 4 Гражданского Паруциального кодекса Российской Федерации Данный приговор имеет Периодициальное значение при вынесении решения По гражданскому делу Потерпевший по данному делу По уголовному делу была признана Истица И суд учитывает данное обстоятельство При причинении гражданина увечья Или полном повреждении его здоровья Возмещению подлежат утраченные потерпевшим заработок А также дополнительные расходы На лечение, дополнительное питание Приобретение лекарств Протезирование, уход и так далее Это предусмотрено статьей 1085 часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сумма возмещения вышеуказанных расходов Может быть присуждены и на будущее время При необходимости предварительной оплаты Стоимости медицинских услуг Также я разъясняю сторонам Что закон не допускает уменьшения Размера возмещения расходов на лечение Приобретение лекарств и так далее Независимо от вины потерпевшего Статья 1083 часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поэтому суд в полном объеме удовлетворяет иск И взыскивает в полном объеме И сумму возмещения вреда И сумму морального И сумму моральной компенсации При определении размера морального вреда На который истиция имеет право Как потерпевшая Суд учел всю тяжесть физических И нравственных страданий Которые ответчик ей причинил И на основании статьи 151 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации В данной части иск удовлетворяется Также в полном объеме Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Единственное, что я хочу Это забыть весь тот ад В котором я жила так долго И в котором был виноват Этот ужасный человек Ну а эти деньги мне помогут Начать новую жизнь Мне платить особо нечего Квартиру забрали, машину арестовали Так что шишин от меня что дождется Так что буду спокойно Жить как жил Отсижу свое Отдам долг обществу И свободен Чтоб больше со психами Общаться не буду Даже видеть их уже не могу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok